Здравствуйте! В эфире городские новости в студии Максим Малахов. Теперь о главных новостях. В рамках пилотного проекта в городе реализуется программа антинаркотического воздействия. В разных местах установлено 15 ящиков для сбора анонимной информации. В этом году на территории нашего района было зарегистрировано свыше 60 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Но это лишь верхушка айсберга, поскольку преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, обладают очень высоким уровнем латентности. Никто не потребляет и не занимается сбытом наркотиков в общественных местах, на площадях, скверах и в местах других с массовым пребыванием людей. И, разумеется, никто из лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, не сообщает об этом в правоохранительные органы района. Напротив, основные места потребления и сбытом наркотических средств – это безлюдные заброшенные места, лестничные площадки и помещения и квартиры, которые специально используются для этих целей, так называемые наркопритоны. В этом году, кстати, было выявлено два притона для потребления наркотических средств. Успешная реализация пилотного проекта возможна только при широком участии населения решения данной проблемы. Поэтому пилотный проект предусматривает так называемую систему сбора информации о местах потребления наркотиков, распространения и наркопритонах. Поскольку именно жители нашего района, простые жильцы, первыми узнают о фактах потребления наркотических средств, либо кто-то приторговывать начинает наркотиками. И именно их информация может помочь правоохранительным органам раскрыть, выявить данные преступления. Как я уже сказал, пилотный проект предусматривает систему сбора информации. То есть у нас в городе установлено 15 ящиков для анонимных сообщений о фактах совершения правонарушений и преступлений, связанных с незнакомым оборотом наркотиков. Также действует горячая линия в Кустовской городской прокуратуре 4.16.34, где каждый может позвонить и сообщить о фактах совершения преступлений и правонарушений в данной сфере. Естественно, информация будет тщательным образом проверена и будет использоваться в работе правоохранительных органов. На сегодняшний момент поступило 19 обращений в ящики и одно сообщение было по телефону горячей линии. Поэтому мы призываем население активнее участвовать в этом, помогать нам в реализации этого пилотного проекта и сообщать о всех возможных фактах совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Обращение может быть совершенно анонимным, то есть не надо писать ни фамилию, имя, отчество, ни адрес проживания. Просто пишут суть проблемы. Это может быть, например, информация о наркопритонах, потреблении наркотических средств. Или, например, люди просто замечают, что на лестничных площадках либо возле дома постоянно валяются использованные шприцы. Что тоже свидетельствует о том, что дом используется для потребления наркотических средств. И это не может не остаться незамеченным жильцам. И мы поэтому и просим сообщать обо всех данных фактах. Мы сейчас с вами находимся в здании администрации Кстосского муниципального района. Здесь также установлен ящик для анонимных сообщений. Вот таким вот образом он выглядит. На ящике имеется изображение, наглядно показывающее нам, чем является, по сути, сбыт наркотических средств, ничем иным, как торговый смертью. Ящик работает по принципу почтового. То есть каждый может подойти и положить обращение в этот почтовый ящик. Ящик на данный момент опечатан и распечатывается только сотрудниками прокуратуры, когда осуществляется выемка выступающих сообщений. В таких ящиках установлено 15 штук на территории всего города. Каждый может подойти и отправить свое сообщение в этот ящик. Продолжается фестиваль добрых дел. На этот раз организаторы привлекают наше внимание к проблемам наркозависимых. В поселке Семеть Кстосского района построен реабилитационный центр. Организаторы фестиваля, стремясь привлечь к ставчан к участию в делах милосердия и благотворительности, принимая во внимание опыт Русской Православной Церкви в сфере социального служения и оказания помощи больным наркомании и их близким, обращаются с просьбой поддержать инициативу общественной организации трезвения. В Кстово около 70% молодых людей заражены недолгом наркомании. Болеют этим заболеванием у богатых и бедных, умных, неумных, сильных и слабых. Никто не может сказать, что завтра в семье этого человека такое заболевание может быть. Поэтому призыв, наверное, больше, чтобы мы участвовали, знали, что это такое, знали, не закрывали, знали. Потому что это беда общая, все наши общие. Это не наша только беда, это общая беда всего человечества и всего нашего общества, где мы живем. А потом, вот что хочу сказать. Те люди, которые пришли в себя, излечились от алкоголизма. На самом деле излечились. Излечились не те, которые им что-то вшили или что-то они загадили. Это не лечение. На самом деле, вот у нас они пришли в себя, они излечились надолго и конкретно хорошо излечились. Они очень хорошие помощники в отразлении общества. Они знают, где они были, они вышли, они знают, что делать надо. Именно эти люди будут работать со страждущими. Именно они, вот психолог, нарколог, я как освященник буду работать, но каждый день, в течение целого дня, целых суток будут именно эти люди с ним общаться, именно они будут вытаскивать этих людей. В селе Семеть на территории храма силами благотворителей и неравнодушных людей построен реабилитационный центр. Он практически готов к приему. Красивые комнаты, обустроены кухня и трапезная, оборудована душевая. В доме тепло. Но для того, чтобы принять страждущих, нам нужна Ваша помощь. Сегодня центру необходимы односпальные кровати, прикроватные тумбочки, письменные столы, двустворчатые шкафы для одежды, вешалки, гардины, стиральная машина, электролобзик, шуруповерт, ключи, пассатижи, рукавицы, перчатки, рабочая одежда. Впрочем, все то, что необходимо человеку для жизни и работы. Принимаются и денежные пожертвования. Я просто призываю всех жителей, всех, у которых есть душа, сердце, которые переживают за своих детей, вступить не на борьбу, а в помощь. Ждем Вашей помощи. Звоните координатору реабилитационного центра Дмитрию по телефону. Доброе дело. Помоги вернуться к жизни. Еще одна хорошая новость. Алешу Батурину, о котором мы рассказывали во вторник, усилием и кставчан удалось буквально за два дня собрать достаточную сумму. Теперь Алексей поедет вместе с мамой в Германию, в клинику Клементи Киндер Госпиталь, где немецкие врачи помогут ему избежать диализ и трансплантацию почек и вернуться к обычной детской жизни. И в конце программы наш традиционный опрос о том, что нового произошло в жизни горожан. Что хорошего? Ребенок родился. А еще что у Вас? У меня внук появился, я помолодела. Хороший работ нашел. Перешел на другую работу всего лишь. Удачно? Ну, думаю, что да. Ой, батюшик, все хорошее. Ухожаю родился, да, и съездили. Куда мы ездили? И тут покупаем. Как получим, получаем пенсию, так и покупаем. Купим шовновку и все, радость. Внук пошел в школу, первый класс. Зовут Никита. Все отлично. А мы купили машину. Мы очень рады, у нас три года не было машины, и прям такая помощь дома. Вот, мы очень рады. Телефон купил подруге большой, дорогой очень. Я закончил учебу, вот, например, в энергетической факультете у меня, и собираюсь вот, как бы, работать уже на предприятии, на лукоиле. Сначала вот сейчас ждет армия, и вот, после армии вот собираюсь устроиться, как бы, вот. Ой, я родила ребенка и ушла замужем, это прекрасно. Последний период времени машину купила. Репетитор наняли по-английскому. Если честно, пока все так, как есть, я учусь, работаю. То есть, ну, стараюсь, конечно, получать больше от жизни интересного, чего-то хорошего, позитивного, но пока мало чего-то нового. Ну, в последний период времени, вот, недавно я съездил в Испанию. Все сегодня очень хорошее случилось, ну, я сегодня получил четверку по географии. А я все-таки рассказал стих, который учил неделю. Смотрите далее, сразу после блока рекламы, программу «Кстовский спорт» с Еленой Сабыниной и другие новости прошедшей недели. Ну, а на этом наш выпуск новостей подошел к концу. Оставайтесь с нами и узнавайте новости первыми. Субтитры подогнал «Симон»!